Яблочный штрудель, шарлотка, яблоки печеные. Оренбургский студент устроили настоящий яблочный пир. Студентка Лена готовит яблочные оладьи впервые. Этот рецепт она нашла случайно. Говорит, готовить их так же просто, как и обычные. Они легче жарятся, чем обычные оладьи? Да нет, все то же самое. Просто на вкус они намного вкуснее, слаще. Яблоки не только полезны для здоровья. На их основе можно приготовить самые неожиданные изыски. К примеру, яблочный суп. Наш суп почти готов. Можем получиться студень, такой студнеобразный суп. То есть яблоки должны развариться, да? Да, да, да. Так яблочный суп выглядит в кастрюле, а так уже на столе. Первым дегустаторам, студентам и преподавателям уже не терпится попробовать яблочные шедевры. Их, кстати, готовили хозяйки еще на Руси. Я первую слышу о таком рецепте. Хотя истинно русская и стараюсь блюсти все традиции. Я вообще любительного лазера. Сама часто пеку. Вкусно. Необычное какое-то сочетание теста, такого вот в культуре с яблоком. Именно так Оренбургский госуниверситет отпраздновал яблочный спас. Хотя и немного с опозданием. Летний праздник решили перенести по веской причине – каникулы. Готовиться к осеннему пиру долго не пришлось. У нас, знаете, как идеи приходят спонтанно. Вот сегодня мы решили и сделали. На приготовление ушел не один десяток плодов. В основном, конечно, осенние сорта яблок и те, что сумели сохраниться с лета. На календаре почти ноябрь, но ароматный кусочек шарлотки помогает забыть об этом. Хотя бы на миг. Ольга Патрушева, Дмитрий Журавлев. Наше время.